Так, секундочку, друзья. Добрый вечер, друзья! Так, чат я открыл. Давайте проверим нашу связь по десятибалльной шкале. Антон, еще раз поговори. Говорю, раз-два. Отлично, отлично, да, все нормально, все слышно. Друзья, скинул ссылочку на пост, под которым в комментариях пишут все вопросы. Поэтому, кто хочет сегодня получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, пройдите по ссылке и напишите свой вопрос. Кстати, Антон спрашивает, почему Антон с маленькой буквы? Почему О и почему с маленькой? Ну, есть люди, которые первый раз вот читают пост и пишут мне вот такие вопросы. Ответь, пожалуйста. Слушай, надо уже монетизировать этот ответ на этот вопрос. Я уже миллионером буду тогда. Шучу, конечно. Так, сейчас, секунду, бесшумный режим. Так, по поводу Антон. Значит, имя Антон с большой буквы, первая буква А, первая буква алфавита. Это имя не мое, его придумали мои родители. Логично? А ты придумал Антон. Да, я когда это все осознал, но я посмотрел лекции, ой, не помню сейчас как, Мартьянов, не помню имя. Олег, Олег Мартьянов. Вот, он очень хороший логик, но он сейчас, насколько мне известно, в сезон находится вроде как. Вот, у него было задержание незаконное. Так вот, он до задержания, он там это все рассказывал, что это имя-то не ваше. Вы, по сути, им не имеете права пользоваться. У вас нет ни дарственной, ни доверенности от родителей на это имя. А это, по сути, их же интеллектуальная собственность. Родители же придумали это имя. А почему с маленькой? Вот, подходим, пойдем поэтапно. Так, значит, я решил сам себе это имя придумать. Ну, вот, как говорится, созрел. И, недолго думая, это взял просто одну букву поменял и сделаю ее маленькой. Почему маленькой? Потому что есть такое понятие... спрашивали. А? Чтобы все спрашивали. Да, 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 да. Вот, это вот точно. Я об этом что-то это не подумал. Хотя вот ВКонтакте пытался найти это. Набрал он Онтон. Там столько имен, оказывается, и очень много. Ну, в основном, с Украины народ, и вот они все это. Онтон пишет. Угу. Я так понял, у них там это было, как сказать, дерусификация проведена по всей стране. И там Олены появились, и Андрей, там много таких имен. Короче, они букву А на О поменяли. Все понятно. Во-первых, не похоже. Ну, как бы созвучно, но не похоже по написанию. Уже различия. Во-вторых, это маленькая буква. Это в римском праве есть такое понятие, как капитус диминутия. Это значит, если все написано максимальными буквами, то есть все большими, то это ограничен в правах и свободах по максимуму статус раба. Если с большой, а потом с маленькой, ну, как по правилам русского языка, то это медиум. И минимум диминутия, это ограничен в правах и свободах минимально. То есть все пишется маленькими буквами. Вот так и пишу с тех пор. Ну, это интересно. Так, понятно. Антон, расскажи, вот ты купаешься в проруби, где-то я там видео видел, где ты там с какой-то общиной. Это в твоем городе община, да? Это не община, это, как сказать, просто народ решил безоплатно... Да, безоплатно. Организовали прорубь, сами все сделали, сами все организовали. И пригласили, приехал, поснимал немножко. В благодарность выпустил ролик, там попилил, там еще почистил снег. Ну, короче, просто народ приезжает и купается. Кто-то ежедневно приезжает. Ну, в основном там графики есть, потому что, ну, правил безопасности в первую очередь. По одному там не принято купаться, поэтому парами только выходят. Один купается, там двое или трое присматривает, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Сегодня уже проплыл. Первый раз просто зашел в воду по шее. Сегодня уже проплыл. Ощущения колоссальные, то есть, ну, это надо самому ощущать. Разговаривал с человеком, который уже три года плавает. Говорит, так же начинал. Просто стало интересно, попробовал. А потом, говорит, ну, чуть ли не каждый день прям ждал, ждал, быстрее, быстрее в прорубь. Потому что, ну, разговор начался с того, что я говорю, ну, я тоже обливался и в снегу купался после бани. А он говорит, это все не то. Говорит, прорубь намного лучше. То есть, я раньше думал, что это вот как самая, самая лучшая встряска для тела, это баня, когда распаришься и потом, ну, распариваешься до такого состояния, что у тебя просто внутри все горит. И ты сломя голову там бежишь, лишь бы куда-нибудь, лишь бы чем-то облиться, а еще лучше в минус 30 снег нырнуть и искупаться. Тут получается никакого разогрева. Как есть, так и зашел. Поплавал-поплавал, выходишь и у тебя тело начинает само вырабатывать вот это тепло. Во-первых, вся кровь вовнутрь собирается и поднимается внутренняя температура. Говорят, что-то там до 40 и 3, что ли, поднимается внутренняя температура. Получается, все вот эти микробы, вирусы и все остальное, ну, само все погибает за счет поднятия внутренней температуры. А потом это все обратно происходит. То есть, начинаешь краснеть, начинаются открываться капилляры, все колет. То есть, начинаются все вот эти вот застойные места, они начинают просыпаться, идет бодряк такой. В некоторых местах ощущение, что приложили горчичники. И это... А приезжаешь домой, у тебя какие-то непонятные состояния начинаются. Ну, это неописуемо. Я не знаю. Дыхание не перекрывает дыхание? Первый раз зашел, да, перехватило. То есть, мне прямо сказали, говорят, дыши, дыши. Ну, я как... Вот, судя по ощущениям, организм такой вот, он ощутил стресс. А когда какой-то шухер происходит, ну, организм старается затихнуть и даже не дышать. Вот он ощутил, что что-то не то. Он раз так сжался и тихо-тихо. А мне, ну, люди говорят, давай, это, дыши специально. Ну, и все, я прямо заставлял свой организм дышать. Подышал, подышал и вышел. Сегодня нормально. Сегодня уже не перехватывало. Поплыл. Друзья, да, я забыл представить. Это, значит, у нас живой мужчина с собственным именем. Хозяин имени Антон. Да, и Сургута. У него, значит, Сургутнадзор на YouTube канал. Так что, друзья, сегодня будет очень много интересной информации. Ну, мы в первую очередь ответим на те вопросы, которые у нас написали, значит, под постом, который у нас был вчера. Да, вчера, по-моему. Да, тут классно вот то, что лайки проставляются. Да, то есть сразу видно, какой вопрос самый интересный для всех. Ну, да, наверное. Так, я сейчас тоже открою. Антон, тогда что, будем читать сразу? Будешь читать и отвечать? Да. Прям не сильно задерживаясь, потому что вопросов там очень много. Ну, и тут у нас еще люди пишут. И у нас прямая трансляция еще идет на YouTube. Там тоже. Друзья, пишите на YouTube тоже. Вопросы будем отвечать. Добро. Читаю вот самый верхний. И как нам, братья, нам самоопределиться, если законы нашей страны попираются полное беззаконие со стороны чиновников и коммерческих контор, силовиков, а еще впереди ожидает выселение страны, в кавычках, выселение права заменяются с человеческих на мировой порядок и так далее. Как себя защищать? Ну, как я вижу этот вопрос? Защищается от нападения, от атак. То есть, у человека считает, что... Кто? Марина. Марина считает, что на нее происходит атака со стороны системы. Я это вижу совершенно в ином ключе. То есть, я сейчас... У меня отношение ко всему именно пара ученик-учитель, причем одновременно являясь и учителем, и учеником для другого человека, неважно кого, кто возникает на пути. И к нему отношусь точно так же. Учитель-ученик. Соответственно, я вот этот вопрос вижу, как приходит ученик в школу или... Ну, да, в школу. И начинает жаловаться родителям. Там заставляет физику учить. Там выгоняет с уроков, если начинаешь себя неправильно вести. Там заставляет экзамены сдавать и все остальное. То есть, вот такой подход. А на самом деле идет урок, а мировоззрение такое, что идет какая-то атака. Так вот, как себя защищать? Да никак. Не надо защищаться от уроков. По большому счету, эти уроки все даны свыше. И как только начнете относиться к ним как к урокам, вы начнете для себя приобретать колоссальный опыт. И у вас... Вы превратитесь из какой-то там жертвы или атакующего. Ну, в общем, инстинкты самозащиты отойдут на второй план. И даже на третий вообще исчезнут. У вас на первый план выйдет именно получение опыта и как выйти из этой ситуации. Как научиться пройти этот урок. Вот и все. А то, что это все идет и грядет, это... Ну, как вам сказать? Уроки усложняются. Непройденные уроки повторяются. И со временем не усложняются, как все труднее становится. Поэтому не ожидайте, что это все закончится. И от этого как-то можно защититься. Невозможно. Уроки все равно будут поступать. Потому что, по большому счету, мы все сюда пришли учиться и получать опыт. Вот и все. Так. Дальше вопрос. Однажды Греф заявил о самоидентификации населения. Если это случится, то управлять ими будет сложно. О какой самоидентификации говорил Греф? Ну, вот о той самой... Ну, мне это слово не нравится, самоидентификация. Потому что идентификация – это иностранное слово. Просто написанное по-русски. Самое определение. Как только люди начнут думать самостоятельно, решать вопросы самостоятельно, быть самостоятельными. Не обращаться там за попечительством, а заниматься самообразованием. Наивысшее образование, как сказал мне этот... Один человек, его спросили при задержании, говорит, какое образование? Он говорит, наивысшее. Он говорит, как это? Он говорит, самообразование. То есть, когда человек самообразовывается, это и есть самое лучшее, самое наивысшее образование. Потому что он изучает именно то, что ему нужно в данной ситуации. И он сам себе учитель. И плюс, если у него правильное мировоззрение, вокруг него миллионы учителей. Каждый является учителем. Поэтому это и есть самоидентификация. Когда вы осознаете, когда... Вот сегодня мне показывали лист исполнительного производства, и там написано в отношении физических и юридических лиц. Он говорит, смотри, тут про физических лиц каких-то написано. А прислали мне. Я говорю, ну, правильно, они не знают, кто такие мужчины, женщины, люди, человеки. У них какие-то там физические лица, юридические лица. Сплошной маскарад. Все понацепляли эти маски. Ну, виртуальные. Я не имею в виду буквально маски. А именно виртуальные маски в виде персон. Вот об этой самоидентификации говорил Греф. Как только каждый сам себя осознает, кто он, и что он может, и что он, в принципе, ему вот это все не надо. Что он может сам управлять своей жизнью. И когда он начнет управлять своей жизнью, то управлять ими будет невозможно. Очень часто в теме живых возникает это видео, и все я на него ссылаются. Читаем дальше. Антон почти это понял. Сказал в суде, не несу ответственность за эту персону. А, подождите. Ну, да. Да, да, да. А ответственность за нее несут ОМВД и ФНС. Те, кто выдал и открыл. Как выгоду они получают, так и ответственность должны нести, если человек не скажет, это я. Ну, в принципе, да. Кто имитент, кто выпустил какую-то вещь, ну, создатель, тот за нее и отвечает. Персону создают совместно, на самом деле. И там уже включается множество понятий, таких как вексельное право. То есть, кто отвечает по долгам, а кто векселедержатель. И там идет приоритет под подписям. Кто последний раз писался, тот и имеет право требования. Кто ниже и правее. Соответственно, по этому принципу все бумаги составляются. И в том числе и так называемый бланк паспорта РФ. Не разбирал этот вопрос. Там идет хитрость с поворотом паспорта. Когда вы, вот паспорт, он выглядит вот так вот, да. Но когда вы его открываете, вам нужно повернуть. И тут вот, вот здесь вот ваша роспись, да, вот здесь. А некая другая роспись, она вот здесь, чья-то непонятная чья со стороны ОВД обычно. Так вот, если смотреть так на этот документ, то по приоритетам самая нижняя подпись это ваша. То есть вы как бы имеете право требовать по долгам. Но если мы эту бумагу ставим на ноги, то есть вот ноги как определяются? По обложке. Вот написано. То вот эта самая роспись, да, которая вот здесь вот, как бы слева она и выше. То есть она, это тот должник, с которого можно требовать. Но когда мы ставим на ноги... Нет, как? Во, вот так вот на ноги. Ну, в общем, вот эта подпись со стороны ОВД, она оказывается ниже. Хитро придумано. Всего лишь надо повернуть. И вот такие тонкости мы, ну, как бы выявляем, осознаем и используем в нашей практике. Читаем дальше. Наша кровь взята из пятки при рождении, отправлена в Ватикан. Нашими свидетельствами о рождении торгуют как ценными бумагами. По поводу крови из пятки, да, видел. Множество видео есть, множество фото, как это делается. Некоторые, кто запрещает это делать, к ним потом под всяким предлогом домой приходят. Мне рассказывали случаи, когда муж запретил любое вмешательство в организм ребенка. Там, в плане прививок, там, брать кровь из пятки и все остальное. Но как только ребенок вместе с женой попал домой, там, через 20-3 дня пришел какой-то врач там, или участковый, я не помню, именно это в халате, в белом, врач. И жена, совершенно не подумав, то есть, так, с бухты-барахты пустила этого врача, он взял, проколол пятку, сделайте отпечатки, там, большие такие пятна делаются. То есть, представляете, вот пятка ребенка вот такая вот маленькая, да, а пятно, чтобы крови было, вот такое делают, большое. Ну, больше, чем грецкий орех. И таких пятен 4 или 5 берут. То есть, ну, для чего? И куда это все отправляется? Вопрос. Есть версия, что в свидетельствах о рождениях специально не пишут отца, тем самым назначают, там, ну, я не знаю, это одна из теорий, я как-то это, ее не особо, даже не знаю, как ее проверить. Но есть предположение, что именно вот этот, папа римский, там, становится отцом. То есть... Отец это кто? Это правообладатель наследства. Нашими свидетельствами торгуют, о рождении торгуют как ценными бумагами. Видел иностранное видео на английском языке, где это все проверяется. Не помню где, надо искать в интернете. Берут свидетельство о рождении американское, берут оттуда номер, заходят куда-то на биржу, проверяют, что-то там есть такая, типа, то ли акция, то ли вексель, что-то такое. И там прям котировки идут. Не знаю, правда или нет, тоже надо проверять. Как бы так самоопределиться, чтобы остановить этот процесс в глубинах правительства? Ну как, как? Самоопределиться мало. Когда вы самоопределяетесь, вы сами себя определяете. А если вы хотите вот эти процессы изменить, то тут нужно знание получать. А знание как получается? Через теорию и через практику. Вот теории у нас достаточно. У нас столько этих теорий, предположений, всяких легенд и все остальное. Осталось это все проверить на практике. То есть отсеять семена от плевел и выяснить, что из этого правда, а что из этого придумано. И совершенно не имеет оснований. Вот чем я занимаюсь, практикую, стараюсь на практике это все проверять. Читаем дальше. Здравия. Я, к сожалению, не смотрела всех видео на эту тему. Вдруг задам вопрос, а на него уже был ответ. Но меня интересуют конкретные шаги. Вот читала послание Будемира. Там говорится, что все, что написано в РФ, на нерусском словно и не написано. Или твердый знак. Это нормально после каждого слова писать его. Не изучал этот вопрос. Кто-то мне писал про твердый знак. Это что-то означает. Я уже забыл, что именно. Вспомните, в Российской империи очень часто после каждого слова ставили, не каждого, у определенных слов писали твердый знак в конце. Меня до сих пор мучает этот вопрос, почему это так сделали. У меня пост в группе есть. Как раз вот на эту тему. Так что, друзья, проходите в группу, посмотрите. Там был пост на эту тему. Для чего нужен? Вот этот, да, твердый знак. Отлично. Почитаю, зайду. Так. И я писала в суд вылезаивление о прекращении дела от имени живой. Ноль эмоций. Как написать, чтобы получить нужные мне результаты? Ну, наверное, надо поучаствовать. Теперь у нас апелляция. Ждем. Может, подскажете, что написать приставом, чтобы отстали? Написать мало. Нужно еще действовать, как живой. Ну, мне так кажется. Ну, я к такому выводу пришел. Потому что, как только я не писал, что я только не делал, постоянно получал отписки, отписки, отписки. Но как только я начал соединять два пути, то есть видео плюс обжалование бумаги, да еще по теме живых, вот тогда пошел результат. То есть они видят напор не только со стороны бумаг, но и то, что я это все еще и освещаю. при этом против меня постоянно какие-то провокации. То в здание не пускают, то там рукоприкладство какие-то, то наряды полиции вызывают, то в психушку пытаются в очередной, там, в четвертый раз уже сдать. А я не ведусь на это все и веду себя все равно по-человечески. Но вот всеми действиями своими ежедневно, ежесекундно доказываю, что я не физическое лицо. И ко мне нужно относиться так, как учитывая мое мнение. Написать как? Как написать? Я написала в суд воля изъявления. Но надо посмотреть это в воле изъявления. Как оно написано? Со словами я хочу или как? Как воля проявлена? Как написать приставом? Ну, это отдельная ситуация, надо разбирать. Что это было? Исковое заявление, какой иск либо заявление на судебный приказ. То есть тут нужны детали, подробности, чтобы ответить конкретно. Как документально правильно все оформить? С чего начать? Есть ли образцы заявлений? Есть ли ответы на эти заявления? Про что речь вообще? Все оформить. С чего начать? Ну, наверное, надо начать с того, что означает слово заявление. Потому что вот вопрос идет именно про образцы заявлений. и есть ли ответы на эти заявления? У нас заявления обычно подаются от имени физических лиц. Это прописано в законодательстве РФ, там закон 59 ФВЗ, статья 4. Почитайте, там разъясняется, что такое заявление. Там четко написано, что заявление – это просьба. просьба может быть отклонена без объяснения причин. Ну, это по логике. А вот когда вы волеизъявляетесь, то есть пишете свою волю, то тут уже вступает в действие кон свободы воли, который дан Творцу. Соответственно, если кто это все нарушит без оснований и не мотивированно, будет отвечать перед Творцом. Мы в этом много раз убеждались. Есть множество примеров. Поэтому нужно начинать именно с знаний. И знаний именно мелких кирпичиков. А у нас кирпичики – это слова. Изучить каждое слово, что оно означает. не просто означает, в чем его смысл, как его правильно применять, в какой ситуации, в каком сочетании. Вот тогда, когда вы кирпичики изучите, начнете их складывать в предложение. Вот тогда у вас будет нарисоваться общая картина. Так называемые пазлы. Изучили один пазл, подобрали его к другому. Вот уже картина начинает собираться. Слышала, что сейчас есть два реестра людей. Один советский, второй физлиц РФ. Что значит советский? И нужно заявить о себе, чтобы выбрать реестр советский, свободного человека. Если мне 40+, какие запросы я должна отправить в МИД? Первый раз о таком реестре советском слышу. Ну, наверное, имеется в виду, что те, кто не стал менять паспорт на РФ-овский, они в любом случае до сих пор у них на руках эти СССР-овские паспорта. И они, если они осознают, в чем разница, то по идее они до сих пор являются гражданами СССР. И система всячески сопротивляется таким осознанным людям, которые в курсе именно остались в том мировоззрении СССР. То есть, они не стали входить в РФ и получать их паспорта, вот эти РФ-овские. Они имеют до сих пор в руках паспорта СССР. И, соответственно, когда они приходят куда-то, они его показывают, а эти паспорта действительны, даже по законодательству РФ, то, когда они приходят, допустим, в суд, возникает вопрос, а как можно судить иностранного гражданина по РФ-овским законам? Потому что СССР считается другой страной. Несмотря на то, что РФ является в кавычках правоприемником СССР. не система всячески сопротивляется во всех формах, в ЗАГСе, в форме 1П, при снятии постановки на учет физического лица везде старается указывать именно гражданство РФ писать. И вот если вы это приняли, то вас так и записывают гражданин РФ. Он сам принял мы ему написали, он промолчал все. А вот когда человек осознанный, ему выдают, допустим, он снимает с регистрации персону или берет форму номер 4 в ЗАГСе, ему там пишут страна рождения, что-то там, а, страну вообще не указывают, пишут там Калужская область, допустим, город такой, это Калуга. Человек сразу пишет, что требует внести изменения, там, указать именно страну рождения. А страна рождения, СССР, там, РСССР, там, такая-то республика, и республику еще указать. Они там всячески сопротивляются. Потому что вот эту бумагу потом можно показать в суде и сказать, я родился в СССР, и гражданство РФ не приобретал согласно закону о гражданстве РФ. И гражданство СССР не лишался. Поэтому, по сути, вы не имеете права судить гражданина другой страны. Логично же. Что-то у нас Людмила так заскучала. Привет, Людмила. Антон, а если, допустим, на суде сказать, что я не гражданин РФ, не знаю, предоставить какую-то справку с МВД, где там выдавали паспорта? то есть я же не вступал в гражданство РФ. То же самое, без всякого паспорта с СССР, просто озвучить эту тему. Да, одно время, где-то примерно три года назад пошла волна, именно народ начал писать в МВД, в ФНС и так далее. То есть пишется элементарная бумага с двумя вопросами. тогда еще тема живых не очень была развита и они писали именно от имени граждан. Они писали, что обращался ли я когда-либо куда-либо лишался ли я когда-либо гражданства СССР? И второй вопрос приобретал ли я когда-либо проходил я процедуру приобретения гражданства РФ? Им приходит ответ. из МВД с печати ну там с росписью все кто-то с печати добивался именно в УРОВД и там пишут что процедуру лишения гражданства СССР вы никогда не проходили а процедуру приобретения гражданства РФ вы тоже никогда не проходили соответственно соответственно если человек родился в СССР то вот официальный ответ процедуру приобретения гражданства РФ он не проходил а такое понятие как приобретение гражданства РФ в автоматическом режиме как говорят некоторые полицейские такого понятия не существует в законе о гражданстве РФ ну вот с такой бумажкой приходить на суд отличный козырь кстати для военкомата тоже я вот сейчас для сына своего то же самое делаю пусть они докажут что мой сын гражданин РФ и пусть они докажут что он обязан служить в этой армии даже можешь сделать знаешь как взять справки формы номер 4 на себя и на жену что вы родились именно в СССР ну да у меня по свидетельству о рождении я там гражданин РФ СССР нет свидетельство о рождении это отдельная бумага я тебе говорю это набери вес чтобы ты пришел не с одной бумажкой а с папкой и на стол выкладываешь там свидетельство о рождении СССР форма номер 4 у меня СССР форма номер 4 у жены СССР с чего вдруг наш сын стал гражданином РФ с чего просто потому что кто-то так захотел что ли или что открываем закон о гражданстве РФ покажите мне основание на котором он пункт укажите вот в этом законе на каком основании он приобрел это гражданство РФ они не смогут показать а соответственно по всем международным и даже РФ ским законам если отец и мать родились ну имеют гражданство определенного государства то их сын автоматически приобретает то же самое гражданство на ютубе пишет что в суде это не канает в суде это не канает а есть видео вряд ли я вот опять же смотри вот эта волна пошла да вот с этими справками с этими доказаниями что нет гражданства это другое это другое гражданство и вы не имеете права судить а видео такого чтобы был успешный результат от этих всех бумажек я еще не видел то есть я видел кто-то там пытался и у него ничего не получалось это как бы козырь для осознания но на практике он я еще не видел чтобы это кто-то успешно применил именно успешно чтобы там вот эта черная мантия включила как говорится отступилась и признала что да действительно гражданин сэра и никакого отношения не имеет к нам ну мне кажется то что мы идем в суды РФ мы подтверждаем свою недееспособность почему ну не знаю ну то есть мы признаем что РФ имеет для нас какую-то силу какой-то вес какое-то значение раз мы идем туда мне просто интересно вот создаются же народные советы народные суды подожди ты когда в театр ходишь ты что признаешь что это что это реальные люди на сцене не мы все равно все равно мы же взаимодействуем с РФ ты когда включаешь телевизор и там какой-то канал с художественным фильмом допустим там про зеленого человечка который там оборотень какой-то превращается в зеленого человека и начинает танками кидать во всех ты когда это смотришь ты что это все признаешь что ли почему бы не создать здесь народные суды и судить именно там нет это отдельный вопрос я тебе говорю именно про вот эту фразу когда мне тоже говорят живые там в суды не ходят вы когда ходите в суды вы их легализуете своим походом туда ну я считаю это абсурд потому что если мне кто-то скажет что я становлюсь недееспособным если я иду вот в этот суд в кавычках я же постоянно говорю в кавычках в кавычках ничем не подтвержденный так в чем моя недееспособность вот если бы я на самом деле говорил что это да суды и все я туда хожу вынужденно потому что если не пойду будет хуже там где-то я хожу туда именно с той мыслью что я всем показываю вот смотрите есть законы РФ они все дали клятву что они обязуются исполнять и соблюдать и конституцию и законы РФ а сами на самом деле делают совершенно обратные вещи ну да они вообще не соблюдают никто когда им выгодно они соблюдают когда не выгодно нет ну может быть ладно Антон давай пробежимся по остальным вопросам там их много еще он на ютубе пишет давай так 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 что тут я не знаю дорожка в принципе проторена в интернете очень много образцов как отправлять вот эти так называемые запросы в МВД по поводу гражданства это все есть но на практике я же говорю еще не видел практического результата что это где-то кому-то помогло и где-то что-то сработало потому что народ что-то куда-то пишет отдельные кусочки есть пазлы кусочки отдельные есть а общей картины мало кто это составляет видео очень мало в интернете с полными картинами с полным инструктажом с образцами документов и с ответами на вопросы так здравствуйте мне известно что Римской империи не было в той форме в которой описывают история если не было Римской империи то о каком Римском праве многие все время твердят расскажите все что вы знаете о Римском праве все что я знаю о Римском праве это вот капитус и минутия там вот эти статусы потом есть вообще отдельная книга называется Римское право их много таких книг если вам интересно почитайте и Римское право до сих пор используется в юрисдикции ну например такое понятие как отрицательные факты не доказываются и допустим когда я истребовал составил иск о возврате незаконно изъятого имущества то есть у меня тут из квартиры вынесли вещей на 500 тысяч вместе с ОМОНом отдела и когда вышел из тюхушки я обратился с иском об возврате законному владельцу изъятого имущества незаконно изъятого и когда я начал искать образцы я увидел что такие иски называются ведикационные иски мне стало интересно это слово я начал искать оказывается это понятие было введено впервые именно вот в римском праве то есть ведик там что-то ну буквально переводится владелец то есть ведикационный иск это иск о возврате имущества владельцу вот вам еще пример римское право используется в юрисдикции я вот назвал элементарные примеры так вот на скидку а так все ноги оттуда по сути растут что такое обычному человеку самоопределение самоидентификация преимущество зачем оно вообще надо ну как может вы уже отвечали на эти вопросы тогда коротко самую выжимку как для чего для осознания вам не надоело ходить в это жить в зазеркале вот подойдите к зеркалу и посмотрите вы там найдете хоть одно физическое лицо или юридическое лицо или гражданина или личность ну почему когда я подхожу к зеркалу я вижу мужчину живого а когда прихожу на почту мне говорят вы физическое лицо или юридическое лицо да где вы там увидели я что в другое зеркало что ли смотрю ну что в каком-то зазеркале живем что ли у меня вот это в голове не укладывается ну что с собой зеркало носить вот смотрите вот вот зеркале живой мужчина с бородой с усами кадык есть живой его двигается дышит а вы его физическим лицом называть почему тут какой-то подвох и мне в этом подвохе уже надоело жить я хочу называть вещи своими именами я хочу жить в реальности а не в каком-то выдуманном там не знаю юридическом юридическом каком-то мире я у меня вот этот принцип самоопределения а если вам нравится жить вот в этом иллюзорном мире физических лиц ну вольному воле здравствуйте хотелось бы узнать вашей жизни изменилось и что конкретно если можно коротко и на примере жизни вопросы Антону я так понимаю благодарю всех благ конечно жизнь каждую секунду меняется каждый миг а мигов 7 не помню вроде 7 миллионов в одной секунде 7 миллионов раза каждую секунду меняется жизнь а это сиги сиги сигануть от слова сигануть точнее слово сигануть от слова сиг если можно коротко и на примере жизни ну стали узнавать и на улице и вообще в обществе и звонять со всей страны даже со всему мира советуется начали это не просто звонить и спрашивать совета но и предлагать помощь что радует идет взаимообмен то есть я постоянно отдаю знания я их не держу постоянно что-то нашел сразу отдаю в сжатом коротком виде в виде видео там образцов и все такое ну и соответственно народ благодарствует за это вообще жизнь стала интересной у меня цель в жизни появилась точнее много сразу множество целей я занимаюсь любимым делом и при этом получаю доход народ меня поддерживает появляются новые знакомства новые знания постоянно жизнь вообще интересной стала раньше мне постоянно мучили вопросы блин а зачем это все для чего это все а где себя найти то в чем в чем все еще попробовать то я что только не там и не пробовал и многие виды спорта испробовал там и профессии много а все никак не мог найти а сейчас я нашел все вот я тружусь безоплатно во всеобщее благо и это настолько обширная деятельность и настолько она как сказать она нескончаема то есть этим можно заниматься постоянно всю всю жизнь дело делать и все все равно не успеешь все переделать здравствуйте наша большая семья не хочет участвовать в переписи дайте совет что надо писать в их документе чтобы правильно отказаться как живой человек благодарю я вообще дверь никому не открываю какая перепись о чем ну если хотите прям пообщаться с ними еще и написать им там что-то можете вообще не подписывать вас никто не заставляет ну а если прям прям хотите что-то там написать ну так чтобы и на вас это никак не повлияло ну не знаю тогда лучше вообще не подписывайтесь двери вообще не открывайте а если а если вот именно прям хотите оставить автограф там или еще что-нибудь ну не знаю пишите запрещающие надписи можете крест поставить на весь лист можете прям написать ну там уже импровизация идет статья 51 можете написать можете без оборота на меня без акцепта без ущерба можете да сами там с обратной стороны залепить я не знаю я не вижу смысла это зачем вам эта бумажка еще и заполнять ее еще там автограф свой оставлять не хочу вот меня я прихожу знакомиться с материалами дела уже три или четыре раза подсовывали вот эту расписку об уголовной ответственности там не помню какая статья что запорчу материалов дела прям ставят условия заполните распишитесь короче тогда материалы дела вот так держит в одной руке материал дела а другой вот так расписку дает на распишись тогда материалы дела дам в итоге все равно дает и никакой расписки не надо не хочу не предусмотрено вашим этим законодательством такие расписки так что давайте делай и не надо мне тут всякие бумажки подсовывать не хочу не прикоснусь даже что означает двоеточие в записи имени истина здесь написано истина факт не требующий доказательств мне доводилось видеть как те кто идентифицирует себя живыми мужчинами пишут через двоеточие свое имя двоеточие отчество двоеточие фамилию ну да ну я так пишу только не свое а своей персоной разница есть же для чего двоеточие в этом случае что он означает ну во первых если все маленькими буквами то уже не сойдет не совпадение с персоной которая в паспорте прописана и свидетельство рождения плюс еще отсутствие пробелов и вместо пробелов именно двоеточие совершенно различное написание а в юрисдикции насколько мы знаем каждая буква каждая точка имеет значение и соответственно ну это уже не соответствие вроде то же самое написано но на самом деле по римскому праву уже другой статус и плюс еще вот эти двоеточие вместо пробелов никак в паспорте то есть это вот четко видно в программировании когда ты пишешь букву букву допустим выглядит на английском и на русском языке они выглядят одинаково но для компьютера это совершенно разные буквы потому что они имеют разные кода компьютер не видит букву и русскую или английскую он видит кода этих букв там 16-ти шестнадцатеричные вроде эти кода два бита они различаются два байта точнее и таким образом для компьютера это разные буквы совершенно ну и соответственно для юрисдикции то же самое фио фио персоны фио юридического лица и фио написано вот таким образом это разные вещи идет различие несовпадение то есть у них задача это все связать установить личность идентифицировать именно то есть они пытаются найти маску ту самую маску которая подойдет под эту персону если вы там напишите имя отчество фамилия с пробелами как написано в паспорте тем самым вы признаете то есть вы как бы берете ответственность даже можно сказать за эту персону вот поэтому люди и пишут двоеточие маленькими буквами имя отчество фамилия да я тоже так пишу когда иск подаю в этот допустим так называемый суд там требует именно чтобы сделали подпись а подпись согласно ГК 19 и словарям является именно собственно ручно написанная фамилия поэтому не вопрос я пишу фамилию но я пишу такими маленькими буквами онтон двоеточие николаевич двоеточие булгаков и все маленькими буквами они же живой мужчина хозяин меня антон все фамилия есть есть персоны собственноручно написано собственноручно все но я не признаюсь этой персоной а еще можно дописать я я не тождественен персоне для растождествления это делается если в двух словах здесь нужно так 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 это не вопрос это тоже не вопрос есть а какая разница сэр или рф если законы не работают ни там ни там ну не знаю с законами сэр еще не сталкивался не видел чтобы их применяли хотя разговаривал с капитаном он говорит что они до сих пор везде плавают и на морях на реках и в океане они используют старый сэрский кодекс в конституции четко прописаны и права человека и что защищает государство любое мне не нравится ни товарищ ни гражданин если не работает закон так вопрос как заставить работать работать закон ну как как через освещение вот я им пишу 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 они игнорит 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 отписки отписки но когда я к ним прихожу по этим отпискам и начинаю снимать видео вот тогда они вынуждены реагировать я нашел только выход именно в освещение то есть я их высвечиваю что они сами нарушают свои законы и клятвы которые не давали им это не нравится и они вынуждены хоть как-то соблюдать закон антон вопрос у меня сегодня был такой а если там скажут вернее не разрешат снимать видео тебе же неоднократно наверное говорили убери видеокамеру ты ссылаешься на какие-то статьи законов скажи пожалуйста на какие я ссылался но они как им без разницы они тут же применяют физическую силу выключите или мы сейчас это либо если это судебные приставы то они сразу вспоминают статью 17.3 это не выполнение законных требований сотрудника судебного пристава 17.3 это там штраф от 500 не помню по-моему 500 рублей а если это полицейские то у них сразу они вспоминают 19.3 это не выполнение законного распоряжения там сотрудника полиции то есть они требуют выключить телефон не называют ни один закон на каком основании я должен это сделать они там начинают фантазировать что у них режимный объект что здесь съемка запрещена что вам нужны разрешения и все такое подобное короче ну как ты с ними не разговариваешь первый у них первый аргумент я сейчас применю к вам физическую силу и составлю протокол по 19.3 не выполнение законного распоряжения еще и могут сопротивление навешать поэтому я делаю хитро как как но я вот заранее писал заявление что прошу разрешения ну вернее я осведомлял о том что я буду делать видеосъемку то есть я предупреждал заранее до суда ты говоришь именно про конкретно про суд да да то есть до суда я писал там заявление давал что прошу разрешить там суде все просто смотри все правильно воле заявления до начала заседания подается желательно в писаном виде там канцелярия газправосудия почта курьер 7 видов доставки в том числе и живой через канцелярию образцы есть под каждым видео у меня на канале сургутнадзор пакет бумаг по теме живых там именно воле заявления о введении видеосъемки подается заранее и плюс еще в самом заседании в первую очередь зачитывается потому что это необходимо для фиксации дальнейшего процесса именно со своей стороны мне ни разу не отказывали я раз наверно 10 зачитывал такие возделения мне ни разу не запрещали вести видеосъемку хотя скажем так 50 процентов я был уверен что это запретят но ни разу не запрещали точнее там я не не запрещали а разрешали они как как тебе сказать по факту по закону они не имеют права запретить но у них законе написано только с разрешения то есть только с воли с воли заявления суда видишь как они хитро придумают если судья не скажет вот так вот с барского плеча разрешаю вот тогда только можно а если она так не сказала разрешаю то нельзя почему-то ну вот почему никто не может пояснить получается у нас судья закон что ли или что а где тебе запрещают снимать в магазин чтобы зайти еще в зал и зачитать это воле заявления ты понимаешь что разрешает она только с того момента когда она удовлетворяет данное воле заявления и вот когда она скажет хорошо вот только тогда ты можешь достать телефон и начинай снимать а до этого момента как быть тебе же еще нужно ознакомиться с материалами дела без захода в зал тебе нужно зайти в канцелярию тебе нужно пройти мимо рамки тебе нужно решить вопрос по поводу маски тебе нужно дойти до самого зала тебе нужно поговорить с секретарем тебе нужно регулировать вопросы по поводу предоставления копии паспорта с этим секретарем какие-то расписки подписки т.д. и т.п. плюс еще сам заход в зал зафиксировать плюс еще там небольшие диалоги самом начале там и еще что-то еще что-то там много чего еще до вот этого разрешения кстати а ты паспорт рф показываешь показываю в чем проблема я сразу говорю это не я этапа это это паспорт персоны без оборота на меня понятно то есть предъявите ваш паспорт вот это паспорт но это не это не мой паспорт это паспорт персоны я его это держатель вот кому ты это говоришь это время вот которые понятно но мне кажется те которые сидят на входе пропуская через рамки и вообще наплевать да мне без разницы мнение наплевать понимаешь мнение наплевать за собой надо следить так это показывает не говорят покажи паспорт свой ты показываешь молча они а булгаков а все проходи а я показываю игры это не я это персона а я а я живой мужчина хозяин меня тот а а персона паспорт персоны вода вот булгаков вот вот можете с ним поговорить вот знать понятно то есть я провожу черту постоянно всегда везде то есть я учредитель этой персоной да может говорить что угодно главную черту провести все понятно это не ты это не это вот эта бумага в руках а вот это живой мужчина хорошо ты приход заходишь в зал суда и судья значит встать суд идет ты встаешь да я не сажусь даже а то есть ты даже не садишься зачем если ты сядешь в них смотри там они хитро тоже сделали у них законодательстве прописано во всех кодексах что при при разговоре там что-то при делании заявлений и при оглашении решения все должны встать все участники должны вставать а если я не а если я не сижу чё я должен сделать они чё а если вот смотри если я ни разу не сажусь они ничего со мной могут не могут сделать я не нарушаю порядок потому что я я не сижу если я разговариваю ту эту я уже стоя разговариваю что я молчу стоя что и разговариваю стоя вообще без разницы а если она говорит сядьте не хочу нет такой нормы закона который обязывает меня садиться нету а вот если я буду сидеть и начну разговаривать не вставая вот тогда она может сделать замечание а два замечания уже право вы это выгнать есть но опять же это все относится к физлицам так вот чтобы не давать этим всем все вот эти поводы опять же я захожу я вынужден стоять постоянно понять даже в перерывах не сажусь понимаешь понятно давай вернемся где тебе запрещают делать видеосъемку да почти везде попробуй зайти в отдел полиции я вам три года зашел меня головой в пол воткнули ну понятно там да так хочу да не там как раз такие нет там они начинают такие сказки придумать у нас режимный объект я говорю назовите номер режимного объекта чего я грудь они пронумерованы какой вас номер не знаю а чего взяли чтобы режимный объект мне сказали так я говорю а я вам сейчас скажу что вы дед мороз вы мне что-то это тоже будете говорить что вы дед мороз что ли и где документ доказывающий что у вас режимный объект где огне табличка где объявление где регулирую вас головах это вам руководитого вы чё-то сами там на понапридумывали что у вас режимный объект у вас горю в законе написано что вы это ваша деятельность и гласная открыто они просто исполнители они 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 прекрасно понимают что если каждый начнет видео снимать в отделе полиции вы посмотрите многих блогеров многие добиваются и вот это свободные люди астрахань там и михаил алферов с это с кемерово они постоянно ходят с видео в отделе полиции потому что они ну вот это все доказали там обосновали и все остальное а вот сургуте бесполезно ничего просто в пол воткнут и все никто разговаривать даже нибудь и зиму ты скажу на 93 да еще сопротивление короче хулиганил матерился ругался короче 30-40 суток ему еще и и поехал почему они так делают да потому что если каждый будет снимать на видео они не смогут свой беспредел творить вот у меня изъяли телефон то последний раз так когда ними задержали все изъяли и все я беззащитный я ничего не могу заказать мне ну доказать потом не в суде не вообще нигде никому что я ничего не нарушал а беспредел в шел только с их не стороны в отношении меня вот если у меня был телефон с собой я бы все это доказал а так они начали а я бы потом мне приходит там протокол короче меня же повезли на медосвидетельствование там на это психушку я не понял а зачем для чего покажите протокол основания ничего не дают а я же не могу это доказать они потом мы везде все протоколах написали отказался от прохождения медосвидетельствования отказался от подписания протокола направлением на медосвидетельствование там у него была шаткая походка к этом косые глаза что-то там понаписали, вот такой абзац целый, что я вообще-то не в адеквате был. А вот если бы у меня был телефон, я бы доказал, что все эти бумаги их не сфальсифицированы. Ну, я, в принципе, и доказал, потому что я до захода снял на видео себя, в каком я состоянии, и сразу после выхода заснял. Я разговаривал абсолютно точно так же. Я вот сейчас похож на какого-то наркомана, я не знаю, Бухарика или еще что-то, что у меня какая-то неадекватная походка, речь невнятная или еще что-то. У тебя телефон вернули, да? Мне вернули только после выхода. Это вот какая-то, я не знаю, у них там какая-то зона, я не знаю, вот тут реально режимный объект, только режимный именно в плане отсутствия правозащиты абсолютной. Поэтому, когда мне народ звонит, говорит, Антон меня там приглашает на дачу объяснений, я говорю, я не советую тебе туда ходить. Те скажут, телефон изымут, и я знаю случай, народ туда заходит, приглашает на дачу объяснений. Собеседование. Да, ну объяснение взять, поговорить просто. Человек заходит, у него все изымает, а потом человек оказывается в травматологии. У меня тоже такой опыт был. Меня тоже вызывали в ОВД, тоже зашел, я на громкой связи оставил телефон включенный, у нас Светлана Шерсткова, ну наш правовед, вот, она мне подсказывала, что и как. и этот там оперуполномоченный или кто-то следователь услышал, что она что-то говорит, отобрал у меня телефон, выключил телефон. Пришли еще там ребята, но у них, видимо, ну, жизнь такая, я не знаю, они в каждом человеке видят преступника. Вот, кстати, в нашей группе опубликовал видео, очень интересное, то есть, как себя вести, когда тебя вызывают на, ну, просто, просто поговорить. То есть, ихняя задача, это вот найти в тебе нарушения, преступления, вплоть до того, что тебя вообще посадить. И закончилось тем, что, ну, мы начали мирно так, все нормально, как бы, разговаривать. Вопрос там, ну, неважно про что, в общем, там затронул тему банков, и РФ, и в конечном итоге, когда я начал говорить, что, ну, вы же в курсе, что РФ это фирма, что вы работаете на фирму. И тут человек-то, он, ну, в общем-то, в высоком звании там был, он говорит, ты знаешь, я тебе сейчас за несколько минут докажу то, что РФ это государство, и через 5 минут ты будешь ярым сторонником и защищать РФ как государство. Хочешь? Я говорю, не, я с вами спорить не буду, не хочу. Ну, в общем, я понял. Я даже знаю, как он это собрался сделать, с помощью пакета на голову электрошокера. Не знаю, не знаю, но я понял одно, что они там все настолько перепрограммированные, вот, реально, просто, они не знают, что РФ это фирма. То есть, они свято верят в то, что РФ это государство. Ну, ладно, не буду отвлекаться. Дальше пришли еще двое человек. Посмотрели на меня. Так, ну-ка, дай-ка его телефон. Так, ну-ка, давай посмотрим, что там, откуда деньги ему тут капают. Че там, как там. В общем, я, честно говоря, думал, что я оттуда вообще не выйду. Вот, реально. Они, так, ну-ка, давай-ка, сейчас там с налоговой свяжемся. Сейчас, давай, по полной его раскрутим. На меня, представляешь? Я думаю, ни хрена себе за хлебушком сходил. А вот. И, в общем-то, я оттуда вышел, вышел, еле-еле вышел. И, слава Богу, что я оттуда вышел. И больше я туда не хочу. Ни на какие собеседования. Когда мне вот Светлана Шерсткова говорит там по поводу, ну, у меня там с электрокомпанией проблемы. Навешали на меня там штрафов. Она говорит, вот письмо отнеси в полицию, пусть разбираются. Я говорю, я не хочу туда ходить. Я не хочу туда ходить, чтобы они разбирались там по поводу Света. Честно, я туда вообще не хочу ходить. Потому что ты туда войдешь как, ну, как заявитель, да, на кого-то. А выйдешь оттуда наоборот, что ты виноват перед теми, на кого ты хочешь заявить. Если выйдешь. Если выйдешь еще, да. Поэтому туда никому не желаю вообще заходить. А уж тем более там вот так вот. Ну, если заходить, это вот реально либо общиной, либо народным контролем. Ну, как-то там человек, чтобы 50 было там, чтобы вот так вот толпой заходить массово. Может быть, тогда какой-то толк будет. Ну, мы пробовали так, пришли вон три года назад на прием. Ну, народ тоже устал, жаловался, жаловался, ноль эмоций, отписки. Собралось, сколько нас, семь человек. Пришли в этот, в МВД города Сургут. И дальше турнике-то не смогли пройти, потому что против нас вышло семь полицейских. Стенка на стенку называется. Ну, есть видео, и там прям у них они говорят, все, типа, вы не пройдете, это, вам нужно сдать все свои телефоны, вещи, короче, все сдать, и только тогда, только я один пройду. Я говорю, в смысле, мы все пришли, заранее вас предупредили. Я говорю, мы все пришли вместе, все вместе и пройдем. Нет. Я говорю, почему? Она говорит, статья 19.3, я вас предъявил предупреждение, если вы не это, ну, короче, все понятно, короче. А у них за спиной, ну, смешной случай вообще, а у них за спиной написано, служу народу, служу закону. Я говорю, вам надо поменять это, табличку тут, у вас тут неправда написано. Вам надо написать, служу приказу начальника, и служу его личному распоряжению. Ну, что-то такое там сказал. Я говорю, у вас тут неправда, поменяйте, говорю, вывеску. Потому что, ну, сколько я с ними не пытался разговаривать, говорю, на каком основании, какой закон и все такое. Он говорит, у меня приказ от начальства. Я говорю, а при чем тут приказ от начальства? Он что, выше конституции, что ли, или что? А некоторые прям так и говорят, я говорю, вам что, если начальник прикажет, вы убьете? Он говорит, да, убью. А потом, типа, буду обжаловать. Я вот не сообразил в тот момент, надо было сразу же спросить, а если он прикажет тебе убить самого себя, ты кто потом будет обжаловать? Вот он тебе прикажет, иди самоубийся. Ты что, как потом это будешь обжаловать-то? Я тоже разговаривал с полицейским, с одним. Ну, неплохой парень. В прошлом году на Аркаиме, они на солнцестоянии перекрыли гору. Представляешь, до какого маразма дошло, что приехал огромный наряд полиции, встали там, ну, я не знаю, метров через пять, по-моему, и закрыли вход на гору. Не разрешили людям зайти на гору, помолиться солнышку. Ну, вот такой маразм, представляешь? Я говорю, хорошо, а если вам прикажут те, кто прорывается в гору, стрелять, вы будете стрелять? Он говорит, ну, тут каждый решает сам за себя. То есть, я стрелять не буду, но кто-то из наших там, возможно, будет стрелять в вас. Ну, что говорить? Милиция, она защищала народ от бандитов. Полиция, она защищает бандитов. От народа. Все наоборот. Ладно, Антон, давай перейдем к вопросам, у нас там еще полно вопросов. Давай, давай. Так. С чего или с кого конкретно начинать идентификацию? все. Хотела бы уйти от банковской карты, но куда, чтобы пенсионные посуды получать, так как это единственный доход. Так, ну, слишком много вопросов в одном посту, буду поочередно отвечать. с чего начать идентификацию? Ну, я думаю, с зеркала надо начать. Ну, проще некуда. Ну, подойди к зеркалу и ответь сам себе на вопрос. Кто ты? Вот кто там в зеркале? Вот, Татьяна, вот кого ты там видишь? Физическое лицо, гражданина, не знаю, гражданку, там, что там еще есть? Персона. Кто там? Или там женщина живая? Ну, а дальше поменять это все в своем осознании, перечитать все эти кодексы и понять, к чему они все относятся. Так, хотела бы уйти от банковской карты, но куда, чтобы пенсионные пособия получать, так как это единственный доход. Ну, народ переводит на почту, получает на почте вместо банковской карты. Это вот, если уйти от банковской карты, проблемы. К нотариусу за определением живорожденной женщины обязательно в том месте, где родился или в любом другом, где проживаешь. Сейчас и кто может быть свидетелем, если он нужен в этом вопросе? Я думаю, любой нотариус. Ну, как любой? Любой, да не любой. Они сейчас тоже же это просекли, что слишком много живых к ним начал обращаться. И у некоторых из них прям строгий запрет на все это. Поэтому не первый, так второй, не второй, так третий пойдет навстречу. Им же тоже нужно зарабатывать. Они же за эту денежку берут. Куда направлять свои заявления об объявлении себя человеком? Ну, во-первых, не заявление ни об объявлении и не человеком. Человек это абстракция. Ой, ну тут смотрю, уровень знаний слишком низкий. Татьяна, советую просто посмотреть ответы на вопросы в прямом эфире и не знаю эти за последние полгода хотя бы видео 10 с моего канала. Там вот это все разъясняется. Почему вместо заявления надо именно воле заявления? Что такое слово объявление? И что такое слово человек? Начинать нужно с кирпичиков. Чтобы вы даже вопросы научились задавать правильно. Так, так, так. Вопросы не вижу. Я посты, ну, давайте так, это всякие утверждения вашему заключению, как бы, это не к теме данной, данного мероприятия относится. Я буду зачитывать только те посты, которые со знаком вопроса в конце находятся. Так. Каков ваш личный опыт по самоопределению своей личности? Какой личности? сущности, как гражданина СССР? Чего? Так же, как офицера ВСССР, верного присяги данной СССР? Ну, я СССР никакой присяги не давал. Это, вообще, мне вопрос. Как вы относитесь к народным советам граждан СССР, 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 своего города? Нормально отношусь. У нас есть движухи тоже по теме СССР. Иногда с ними встречаемся, взаимодействуем, помогаем друг другу. Ну, у них просто свой уровень осознания, у меня свой. К каждому свою воль, вольному воле. Я их выбор уважаю, и они мои тоже. Как офицер верной присяги СССР, участвуйте в его работе. Кто сказал, что я офицер? Вы что? Вообще в армии не служил. Никакой присяги. Я не ту, что эрефии. Я вообще никому присягу никогда не давал. Это, наверное, не ко мне вопрос. Так, так, так. Вопросы, вопросы, вопросы. Так. Самоопределение и самоидентификация в матричной системе современной жизни. Вопрос. А где глагол в вопросе? Ну, народ, это, хотя бы вопросы научитесь задавать-то. Или все-таки кто я? По духу в эфире, то есть в праве во вселенной. Георгий Щербаков, перефразирую свой вопрос. Хотя бы добавь глаголы, чтобы было ясно, о чем вопрос вообще. Почему надо кому-то доказывать, что я не верблюд, я человек, и этим все сказано? ну, да, ты человек, допустим, вот любовь, но опять же, человек какой? Какой, который из двух половинок, мужчина или женщина? и приходя на почту и там когда начинаю применять законы в отношении, ну, допустим, по-лицейски подходит и говорит там в отношении вас будет составлен протокол, а в протоколе пишут фамилиями отчества какого-то физического лица, а вы же человек? ну, то есть, я на этот вопрос чуть ранее ответил по поводу того, что создана иллюзия, всех почему-то начали называть физическими лицами и гражданинами, хотя в зеркале живые мужчины и живые женщины, абсурд. Здравия, Сергей, вопрос, если я встану со словами прошу встать, суд идет, то моя самоидентификация и самоопределение как человека суверенно обратно превратятся в физлицо, а, это в смысле, я что-то подумал, что это и он скажет, если я встану со словами, то есть, не со своими словами, а со словами, когда кто там, секретарь говорит, да нет, если, допустим, вот пришел живой мужчина, в так называемом заседании, и, ну вот так получилось, что ему захотелось посидеть, подустал, он сидит, тут, как говорится, заходит черная мантия и секретарь, и судебный пристав, и они там произносят фразу, встать, сует идет, если, ну вот допустим, если бы у меня такая ситуация возникла, я бы сделал по-хитрому, я бы сказал, нет, по вашей воле не хочу, а вот по своей встану, и вот, вот я вот сейчас вот, а вот сейчас вот я хочу встать, и встал бы, тут дело идет именно навязывание воли, как вам пояснить, вот мы ходили ознакомиться с уставом города Сургут, и там на входе в администрацию эти, ну, рамки, эти, металлодетектором, и я стараюсь мимо них ходить всегда, потому что есть множество в интернете роликов, в которых показывается, что у них излучение завышено, многократно, и даже в тысячи раз, электромагнитное, и вот я говорю, а я хочу мимо пройти, а там турникет, только на выход, который работает, я говорю, вы его отключите, я это пройду, они, нет, я говорю, ну, что-то я там придумал, то ли удостоверение журналистов показал, то ли что, короче, меня пропустили, ну, в общем, терки какие-то возникли, а обратно при выходе, тоже, это, что-то ко мне охранница подошла и начала меня уговаривать, что, типа, вы, говорит, через турникет, говорит, не надо проходить, пройдите, говорит, это, через рамку, я же, я же вам пояснял, говорю, я не хочу через рамку ходить, она говорит, ну, вы хотя бы рядом с рамкой, пройдите, там же, говорит, есть место, ну, где-то сантиметров 30-40, хотя бы рядом с рамкой пройдите, я говорю, я не хочу, я хочу здесь пройти, и все, и пошел здесь, где я хотел, ну, через турникет, а потом выхожу, и там, я с человеком, это, ходил, я говорю, ты видишь, что творят, им не важно, где ты пройдешь, им важно навязать тебе свою волю, то есть, вы хотя бы, ну, хотя бы рядом с рамкой пройдите, но там, где мы сказали, не там, где все выходят через турникет, а именно там, где мы сказали, понимаете, вот, 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 ну, вот нашу волю выполните, не хочу, у меня своя воля есть, вот, то же самое происходит, в так называемых заседаниях, встать, суд идет, не хочу, садитесь, не хочу, кто кого переволит, по сути, лишение воли, вот, начинается, вот, с этой, вот, с этих слов, встать, суд идет, то есть, у вас отнимает вашу волю, вам говорят, что делать, пытаются отнять, на статус тут не теряется, никак, на дальнейшее разбирательство, ну, если просто встать туда, конечно, повлияет, то есть, вы тем самым, молча станете, то есть, вы тем самым согласились, выполнить волю, то есть, подчинились, когда вот, еще, когда, больше года назад, был этот суд над прокурорами, и там, процесс длился 7 часов, даже 7 с половиной, даже тогда, я знал, что садиться не надо, но, когда я сильно устал, я все-таки принял решение, немножко это, передохнуть, но, на все вот эти вот слова, там, присядь, и все такое, я однозначно реагировал, я говорил, я не хочу садиться, ну, типа там, ваша воля, все, имеете право, не просто право, и волю имею, что-то стоять, но, в итоге, когда мне захотелось присесть, я сел, но я сел по своей воле, мне никто не говорил, присядьте, в этот момент, ну, и там, ближайшие 5 минут, чтобы однозначно, это все обозначить, можно сказать, так, я хочу сесть, и я сейчас это, посижу немножко, не садишься, все, тебе никто не указывал, тебе никто не уговаривал, тебя никто не заставлял, тебя никто не принуждал, вся эта система, вообще, все эти полиции, приставы, суды, и все остальное, это все направлено, именно на подавление воли, а если вы посмотрите, мои видео некоторые, то вы, для вас станет ясно, почему, я давно не бреюсь, и не стригусь, потому что я пришел к выводу, что волосы и слово воля имеют однокоренные слова, это один и тот же корень, чем больше волос, тем больше воли у человека, я получил множество подтверждений этому выводу, так, дальше вопросы, так, а может перерыв сделаем, ну, сколько минут, 4 минуты, можно 5, да, друзья, давайте, 4 минуты перерывчик, сейчас я тогда музыку включу, добро, сейчас 24 минуты, ну, 29 обратно, не тут, да, друзья, продолжаем, Антон, отвечает там на самые такие вопросы, на которые чувствую, что именно по твоей теме, так, вот тут в чате какой-то вопрос, Антон, ты как-то в прямых эфирах обмолвился, что тестируешь новый прием на почте, связанный с монетизацией каких-то процессов, не помню такого, монетизация процессов на почте, напомните, как это вообще, не знаю, напомните, более детально вопрос задавайте, так, читаю дальше, огромное желание самоидентифицироваться, положить беспредел ряженых беззаконников, как это сделать на практике, ну, положить, если у вас отношение к этому, что это все беспредел, то у вас это никогда не получится, первое, что нужно поменять мировоззрение, что это все уроки, тогда дело пойдет, и разобраться со словом, идентифицироваться, это иностранное слово, идентификатор, идентифицировать, ну да, определить, то есть, ну, в любом случае, это слово с английского языка переводится, как самоопределение, так лучше, наверное, русское слово использовать, самоопределение, а кто вам мешает самоопределиться, осознайте, кто вы, я же говорю, надо с зеркала начать, подойти к зеркалу и рассмотреть там, кто там, к зеркалу подошел, я сам определился, живой мужчина, хозяин и меня, Антон, а если вот, ну, элементарный пример, есть же это, спортивные залы, там, где большое зеркало, во всю стену, вот если подойдут 10 человек к этому зеркалу, подошли, там, пять мужчин и пять женщин, кто, кто, вот, кто из них, кто, не ясно, а кто из них, хозяин и меня, Антон, ну, надо произнести имя, Антон, Антон, хозяин и меня, Антон, здесь, все, все четко и логично, не проверено, хотелось бы узнать, где и как самоопределиться, где, как, в своем осознании, в первую очередь, а потом, как это говорится, это же, это не процесс, как сказать, единичный, что самоопределился и все, и больше ничего делать не надо, надо постоянно, везде, проводить четкую линию, что есть я, живой мужчина, хозяин, именно Антона, а есть паспорт, персоны, с персональными данными, этой персоны, это процесс постоянный, вам придется постоянно, самоопределяться, и у меня, вот, формулировки, именно самоопределения, они постоянно меняются, и меня и шапка, в этих волеизъявлениях, постоянно меняется, потому что приходят новые знания, и в зависимости от знаний, меняется и самоопределение, поэтому это не разовый процесс, это нужно делать постоянно, какие плюсы приобретает человек, пройдя самоидентификацию, или так ли важно иметь при этом дополнительные документы, ну, я вот стараюсь без документов все делать, то есть я себе ни одного, какого-то нового, новой бумаги не сделал, ни там, ни волеизъявления там, не печатал ничего в газетах, я просто, это, во-первых, в осознании все это осознал, самоопределился, во-вторых, я в живой речи, то есть я стараюсь живым словом действовать, и везде, при любом общении, именно, смотрите, тут какой источник, чтобы написать бумагу, чтобы написать бумагу, иметь самоопределение в виде слов, а слова обычно говорятся, а говорятся они, исходя из того, как вы мыслите, то есть прежде чем что-то написать, вы обычно это все обговариваете, а слова не берутся из мысли, то есть нужно научиться мыслить, то есть мысленно самоопределиться, в первую очередь, а мысленно самоопределиться можно за счет знаний, то есть нужно приобретать знания, самоопределяться сначала мысленно, научиться мыслить так, потом говорить именно так, а потом уже писать именно так еще лучше сам определиться на уровне ощущений мысли они берутся из-за пени из души многие мне пишут я горит как это как меня когда они осознали вот это все поняли что они не физ лица еще и что вот это все происходит что есть персона если они живые мужчины там или дух в теле живом мужчин как только до них это дошло они немногие пишут говорят как будто это молотом по голове кто-то ударил подошел сзади вау а как же я раньше жил вот это на уровне ощущений приветствую сергей хотелось бы узнать мнение антона про свп стоит ли присоединяться к госактам что такое свп и делать юридически значимые действия народ расписывайте это аббревиатура мне незнакомые я понятия не имею чуть такое свп а также если антон на данное время в реестрах и пользуется ли он аус войсом антон написано с большой буквы то есть имеется ввиду персона если про меня речь пользуюсь ли я уже отвечал на этот вопрос пользуюсь свою выгоду данной бумагой ну как выгоду вынуждена пользуюсь потому что все 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 вот эти органы там и приставы и так называемые суды и полицейские все хотят именно видите в первую очередь эту бумагу не вопрос надо показываю только я провожу обязательно линию но мы уже отвечали на этот вопрос также хотелось мнение о создании его общин живых мужчин и женщин живорожденных живорожденными и стоит ли заявлять воле заявлениям и создавать родовые книги народ двигается в этом направлении есть определенные результаты общины объединяются не просто создаются общины но в разных городах и в разных семьях но эти общины на уровне страны на уровне даже мира начинает объединяться и обмениваться опытом есть положительный опыт скоро тоже на эту тему будет это видео я жду пока будет практический результат мне постоянно сообщать информацию там виде теории в виде каких-то отдельных этапов реализации каких-то результатов то есть микро результата мне нужно мне нужна полная картина чтобы вам ее потом показать что вот такие такие такие-то шаги сделаны и да с ним вот такой-то результат стоит с таким-то практическим применением до этого момента я не вижу смысла об этом всем говорить потому что ну иначе народ просто дров наломает с такими знаниями и это и так-то ломает и но стараясь выдать именно то что проверено на практике у меня вопрос подпись под документами ставить ручкой красными чернилами мне уже без разницы потому что ну желательно конечно тем цветом который вам по душе мне на почте под это часто вопросы задавали почему вы сегодня красной ручкой расписывайтесь а до этого же зеленые писали а я а мне не говорю так хочется все не у меня настроение вот красный ручка писать а завтра зеленый принципе без разницы просто я побывал в таких ситуациях когда вот психушке выдерживали незаконно не кололи не пичкали 62 дня тогда не то что красные там зеленые ручки не было там вообще ручки не давали и бумагу не давали и даже туалетной бумаги не было и даже карандаша не было так что там уже цвет не имеет значения там лишь бы чем-нибудь на это на чем-нибудь на это написать можно и синей ручкой написать так что она будет круче чем другой человек красной ручкой напишет кстати по поводу цвета ручек насколько мне известно прописано в канонах почитайте каноны их много не позитивные каноны позитивного права когнитивного фидуциарного божественного естественно их много и намного страниц их нужно каждое изучать досконально так вот там про цвет чернил тоже говорится так если отказаться от паспорта не соответственно сняться с регистрации по месту жительства какое влияние это окажет на свидетельство о регистрации права собственности трудовой договор открытые счета в банках так ну в принципе никак не повлияет до тех пор пока вы не захотите это все продлить перри заключить перри выпустить переоформить и т.д. и т.п. где-то обязательно требуется регистрация персоны каких-то процедурах но опять же это все на словах требуется надо читать именно требовать чтобы если ему предъявляют какие-то требования что для данной процедуры не обязательно необходима регистрация данной физического лица то нужно всегда задавать вопрос на любые хотелки каким нормативным правым актом вы регламентируете ваши действия и выяснять этот вопрос обычным вопросы сразу отпадают такие такие требования нужно ли перезаключать договоры перри регистрирует права и возможно ли регистрации заключение договоров на свидетельство о рождении есть практика успешная мне рассказывал один живой мужчина он пришел банк без паспорта со свидетельством о рождении ссрским и ему удалось открыть расчетный счет при этом он с собой принес еще не помню то ли это был нет не афидевит однозначно это была воля изъявления заверенная им еще двумя живыми мужчинами не у него долго долгий разговор состоялся с начальником управления данного банка и в итоге счет был открыт ним главное идентифицирует именно персону им нужна фамилия имя отчество на кого открывать данный расчетный счет при этом у него в этом воле изъявления я сам его не видел но я тут я так думаю что там однозначно было разделение что пришел живой мужчина хозяин имени такого-то учредитель там соучредители выгода приобретатель такой-то персоны фамилия имя отчество персоны такой-то свидетельство о рождении данной персоны номер такой-то какой-то там все то есть вот она линия прослеживается логическая связь есть но есть четкая линия разделение персоны и живого мужчины с чего начать самоопределение отвечал уже на этот вопрос с изучения надо получать знание знание знания как самостоятельно так и ну да сейчас очень много материала то есть очень колоссальные труды проделаны уже в этой теме поэтому можете смотреть ответы на вопросы у меня много видео у других блогеров тоже очень много видео по этому поводу не уловим русский николай сын леонардо человек живой игорь кто у нас еще в теме живых товарищ сталин 20 будемира так ольга хмелькова но остальных не припоминаю значит вот смотрите изучайте то есть там множество ответов на эти вопросы и не думайте что вы с это нету никакой процедуры самое определение самоопределение происходит ежесекундно самоосознание отправляли ли вы документы в ютс ну насколько мне известно ютс это как-то там унифицированный коммерческий кодекс то есть это это ну как можно отправлять документы там не знаю в конституцию или в уголовный кодекс неправильно заданный вопрос либо я либо вы что-то имеете ввиду другой под вот этой аббревиатурой и как самоидентифицироваться как обрести статус свободного человека как самому доказать и себе и другим что вы свободны вы не физическое лицо через осознание это делается в первую очередь не через бумагу на практике это работает до работы ну я приводил уже примеры пришел в живой мужчина в это поликлинику без документов без полиса вообще без всего ему потребовалась медицинская помощь они говорят паспортом гри нету снилс нету и ннн нету там еще что-то нету страховой полис нету мы не сможем вам оказать медицинские услуги он говорит вы не поняли я пришел к вам не за медицинскими услугами мне нужна от вас медицинская помощь вот она принцип самоопределение он сам для себя определил что есть разница между медицинскими услугами и между медицинской помощью и когда он начал им разъяснять в чем разница и начал приводить законы где прописано что медицинская помощь оказывается в любом случае а все эти бумаги нужны только для оказания медицинских услуг и к и когда он вызвал заведующие все это разъяснил ему оказали медицинскую помощь и отношение было к нему на самом высшем уровне вот вам принцип самоопределение а когда вы приходите говорите я физическое лицо у меня паспорта нет вам говорят мы не можем вам оказать медицинские услуги потому что у нас медицинские услуги оказывают только по паспорту и только физическим лицам ну нету паспорт ну нету развернулся ушел вы ее развил домахался рукой называется ой меня тут потоп чай разлил сейчас секунду понятно друзья давайте тогда чат открываю в зуме давайте друзья в зум пишем вопросы антону на ю тубе я смотрю вопросов уже куча так что сейчас перейдем туда так а в зуме мало вопросов в зуме сейчас будут писать много вопросов на ю тубе ты закончи в контакте там немножко осталось или ты уже закончил контакте раз два три 4 4 поста осталось так возможно ли применять живое право имея на руках допустим профсоюзный билет либо документ общественной организации не будет ли это противоречить одного одно другому в отношении прав не будет если вы если у вас есть осознание что данное билет профсоюзный выписан тоже на персону ну опять же зависит как там написано вот у меня есть удостоверение журналиста но но вы выписано не на персону булгаков антон николаевич она имя общество фамилию антон николаевич булгаков то есть перестановка мест и те же травмы те же требования не были к удостоверению общественного инспектора имя общество фамилия то есть если взять паспорт и взять удостоверение журналиста то они не совпадают по написанию здесь персона здесь уже другой статус когда пишется имя общество фамилия обратите внимание по телевизору все говорят о неком владимире владимирович и путин никто не говорит о путине владимире владимирович осознайте разницу я пользуюсь этими бумагами вот это удостоверение журналиста там и общественного инспектора но при этом я это прекрасно сознаю говорю что в данный момент я нахожусь должности журналиста исполняю обязанности журналиста но при этом я не прекращаю быть живым мужчиной хозяином имени антон я просто нахожусь под маской журналиста вот и все и эта маска накладывает на меня определенные обязательства там но и дает определенные права в мире вот этих масок хотя я могу и без этой маски так точно также совести а то где брал такое удостоверение мне такое удостоверение предоставляли дважды первое мне выдали это закон и порядок прямой эфир то есть народ сам на меня вышел и за счет того что я ввел активную деятельность по правозащите мне сказали на дать игре надо все мне тут же его выдали и второй раз то же самое произошло когда у меня вот это закончилось на меня вышли другие люди сказали да давай мы тебе дадим стоит а удостоверение журналист давайте классная вещь да я ничего за это не платил приложил меме минимум усилий и после этого ко мне начали часто обращаться с вопросом тоже очень важный частый вопрос как получить удостоверение журналиста тут есть два варианта либо вы находите главного редактора который готов вас взять либо штат либо внештатно ну короче выписать удостоверение журналиста и чаще всего люди получают отказ потому что ну во первых нужно знать человека кто он и что он и на что он способен и не подставит ли он сми своими действиями и ну в общем вот таких два главных редактора в отношении меня нашлось и второй вариант это можно открыть самому сми либо на либо стать учредителем либо на то есть учредителем может быть как и физическое лицо то есть персона либо юридическое лицо там множество вариантов есть есть фирмы которые это все делают за вас вы им просто предоставляете данные они они это делают цена вопроса примерно ну не знаю сейчас наверно уже ты примерно 40 тысяч рублей то есть тридцатка уходит именно на вот это все оказание услуг там и т.д. и т.п. десятка нужно вам чтобы открытие именно сайт то есть для регистрации сми необходимо чтобы у вас обязательно было либо там журнал либо смик либо интернет-сайт какой-то вот вот на открытие этого интернет-сайта примерно уйдет десятка ну там если есть знание можно самому там и тысячи за две это все сделать хорошо продолжаем вопросы так дальше тут вопросов нет вот последний вопрос это мы сделали уведомив ватикан королеву британии и есть причем международный суд по правом человека кто еще это сделал и как они это сделали ну я не вижу смысла их уведомлять писать им что-то там хита отпечатки пальца и мы там туда отправлять я пошел в другим путем я просто занимался правозащитной деятельностью и однажды приехала нтв и засняла репортаж и они в этот репортаж ставили мои слова самоопределение на тот момент это было два с половиной года назад почти три можете посмотреть нтв признала живого человека я да я там говорю что я живой человек живорожденный сейчас уже можно сказать почти вся страна знает что есть такой живой мужчина хозяин меня антон когда я путешествовал вынуждены по стране в екатеринбурге даже это на какой-то из одной из встреч там между слов кто-то начал рассказывать про некого антона булгакова который из города сургут и вот он там тебя заявил живым и причем это мне рассказывали именно игрую как интересно ну-ка расскажи расскажи что там про него говорят не он мне рассказывал рассказывала я говорю ну ясно так это же я говорю как так а чё ты делаешь вот ты же говорил там дверь вынесли амон вот это вот ну да агиватчет из бородой что ли ну да ну то есть он меня привык видеть по предыдущим видео без бороды без без волос там это без усов а тут стоит какой-то бородатый мужик с длинными волосами ну думаю и рассказывать за некого антона булгакова видел его видео и все такое отлично антон давай перейдем на youtube я ссылочку скинул в чат и посмотри там где есть вопросы ответь пожалуйста потом перейдем в чат в зум добро грузится ты только громкость сразу выключи потому что там будет 2 мособы уже так всем здравия так 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 я смотрю на знаки припинания если в конце есть в знак вопроса знаешь буду читать татьяна никогда так но человек татьяна николаевна шувалова человек пишет заявление или воле изъявляет и требует значит татьяна нужно изучать что такое заявление что такое воле изъявления и что-то и что означает слово требует когда человек что-то требует он слабо слова требования является значит давайте с другой стороны зайдем просьба слова это блин уже устала на эти вопросы отвечать за серьезно пересмотрите предыдущие эфиры в двух словах просьба может быть отклонена без объяснений причин слова слова 3 требую это настоятельная просьба то же самое получается слово заявление почитайте закон все действие статья 4 заявление это просьба физического лица гражданина соответственно есть если вы живая женщина то у вас не может быть этих слов вообще в обороте потому что они относятся они неправильно они ограничивают вашу волю и относится это физическим лицам поэтому ну кто-то пишет воле распоряжения кто-то пишет распоряжение кто-то воле определения кто-то воле изъявляет но факт в том что это народ осознает что пишет к этим словам у меня нет никаких это как говорится претензий в кавычках изучайте изучайте каждое слово что оно означает ой слушай мы так долго будем отвечать ладно постараюсь антон правда что надо заявлять о себе как не рабе трижды аж аж узнаешь правда а кто это сказал вот я тоже слышал об этом а почему три раза то почему не два не четыре не восемь не сорок а именно три можете пояснить и самое главное покажите мне на практике вот 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 проверка всему эта практика покажите мне на практике что вы один раз что-то сделали не сработало два сделали не сработало а три сработало и несколько примеров таких три как минимум вот тогда поверю что это правда а так это голословное заявление не вижу смысла это даже это обсуждать все проверяется практикой вот опять дальше продолжать система реагирует только на третье заявление о себе или это вообще ерунда нет это не ерунда я многократно слышал об этом и многие об этом пишут но вы мне покажите это на практике видео или хотя бы аудио вот я я открыл такое ну не я точнее народ открыл и подсказал что есть такие волшебные слова я хочу когда тебе что-то там говорят там мы вам продадим только это только в маске и когда народ начинает говорить а я хочу без маски и начинает происходить ситу это чудеса я не с несколько видео по по вот этой фразе я хочу выпустил то есть я на практике по не просто показал но и доказал множество примеров привел и своей жизни и народ там множество телефонных звонков мне прислали рассказывает истории и пишут я все это показал что это на практике имеет место быть а вот по поводу троекратного утверждения чего-то или делание я еще не видел таких видео пришлите мне примеры пришлите мне аудио видео я сделаю такое видео но нет такой практике еще не видел так что-то написали но знака вопроса нету в конце человек подписывает заявление если воспринимать случай как абстракцию из двух половинок мужчина и женщина то есть мужчина или женщина подписывает заявление до могут подписать заявление но заявление это просьба согласно закону 59 фазе вы можете обойти это все и написать что по словам заявления имеется ввиду то 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 есть дать свою собственную трактовку по принципу самоопределения по принципу авторского права но если вы эту трактовку не делаете то они воспринимают это слово согласно действующему законодательству 159 фазе статья 4 заявление это просьба гражданина все подписал вроде как граждане этот живой живой мужчина или живая женщина поставили за корючку но слово заявление говорит об обратном что это просьба гражданина противоречия так дальше 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 здравия где можно увидеть воли заявления для родившихся в 1970-е в белоруссии в украине пока разница когда родился хоть сегодня хоть завтра хоть послезавтра вообще без разницы какая разница нет никакого отличия ну не знаю ну совершенно как-то это неосознанные какие-то вопросы так у нас скоро родится правнук как правильно вести себя в роддоме чтобы ребенок остался живым по этому поводу пока могу сказать вкратце есть решение есть решение как вообще в роддом не обращаться также есть ну то есть домашние роды так называемый скажем так не исключая роддом а имея его в запасе что для этого делается народ просто берет заранее отправлять в роддом договор наказание медицинских услуг то есть там пишется что мы рожаем дома в случае необходимости обратимся к вам и наши условия такие-то 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 и все там расписывают без прививок без уколов никаких там проколов отрезание пуповины только естественные роды без кесарева там на крайний случай кесаре но на определенных условиях и все-все-все-все там прописывают там полностью все подробности идут в роддом заключает договор в случае критического случая там или даже то есть рожая старается родить дома но если не получается едут в роддом с этим договором все это заключается и там совершенно другое отношение происходит там чуть ли не отдельные палаты дают я уже это и слышал разговаривал с такими людьми которые так делают скоро по этому поводу будет видео я буду подробно подробности разговор это ну выяснять как это все делается так татьяна рожать надо дома каждый решает сам не надо навязывать свое мнение так дальше что делать наталью вызывать вот по этому поводу тоже буду выяснять вопросы да не там рожает дома в роддом роддом уведомляют через какие-то бумаги воли заявления потом получают свидетельство рождения но опять же на своих условиях там у них как-то по-другому все не так как у всех тоже эти вопросы буду выяснять ну вижу смысла пока это я давно общался где-то месяца полтора что ли назад я уже половину забыл потому что постоянно звонки идут так это будет все озвучено будущем видео подождите чуть-чуть антон где твой военный билет где то есть хочу чем вопрос также по как и паспорт и рф ты же говорил что ты присягу не давал а как не давал а как ты получил военный билет военный а смысле чтобы военный на билет получить что обязательно присягу надо принимать на ну то есть ты не служил нет военный получил так а многие его получают по состоянию здоровья не гонят все по не понял ну чем противоречит все я понял вопрос нет ну я я же сказал я никому никогда никакую присягу не не давал так мы чё там ответили на все до вопросы также раз подожди в жди военный билет так это вопросы между собой идут так в итоге в итоге называющий себя мировой судьей иск одобрила принудить с меня оплату так не с тебя на рнас персоны долго загас живой человек антон как дальше действовать но тут надо предысторию читать что там произошло тут четыре сообщения нужны детали я сейчас не готов все это читать все это выяснять я давайте у нас время как бы уже мы более дать имя поджимает и после моржевания у меня совершенно не то состояние я вообще думал я тут максимум час выдержу мне что-то вот это такая непонятно сейчас который у нас в зуме вопросы давай кстати у меня вопрос к тебе личного характера ты мясо ешь ты или ты веган ем мясо ешь да понятно я по-разному пробовал и я один год жил но чисто на кашах и на меде и ну отлично себя ощущал отлично я знаю энергии много а потом а потом я я я не ради того чтобы поменять этот как тебе сказать очиститься там или чё-то я мне стало интересно почему многие переходим на вегетарианство я решил попробовать пропожить без мяса без молочки без там масла и всего остального что это там без яиц и так далее я я это ощутил на себе просто я прекрасно я я помню что я себя нормально ощущал ни там не болячек ничего не было вот но я прекрасно помню как я съел первую котлету у меня такое ощущение было что я тогда еще работал я пошел столовой взял специально там гречку и котлету и вот это я съел я пришел на рабочее место у меня было такое ощущение что мне подошли вот на правое плечо такой мешок с цементом положили и на левое плечо и менял так вот давила короче к земле сон я сидел вот так вот сопротивлялся этому состоянию то есть упадок сил был колоссальный и ты все равно начал есть мясо ну сейчас у меня другое сознание пришло мне уже без разницы что кушать то есть с какой мыслью ты ешь то ты получаешь я тоже отвечал на этот вопрос в одном в одних из первых эфиров там смысл в чем до мясо провоцирует на агрессию потому что энергетика смерти и все остальное провоцирует но это не факт что я на это все ведусь да у меня начинает там эти ну как бы агрессия на все равно проявляется из-за мяса провоцируется но тут зависит от воли и от осознания каждого я каждую секунду выбираю как себя вести многие это не сознают и они ведутся вот на эту агрессию который возникает за счет поедания мяса она их изнутри провоцирует на агрессию и они этой агрессии поддаются у меня это тоже иногда проскальзывает но я стараюсь это держать все под контролем я каждую секунду контролирую вот эти все свои это все свое поведение и делаю ежесекундно осознанный выбор в сторону добра я тебе скажу я вот мясо не ем да уже там несколько лет но на агрессию я реагирую к сожалению а ты от меня когда не видел агрессию нет ты такой спокойный всегда я вообще не представляю как ты там всегда если меня вывести я могу так отчитать но опять же без матов без перехода на личности совершенно осознанно и так сказать что вы человека не обидите и на место поставить ситуацию я иногда взрываюсь ну вот последний случай там этот пристав говорите типа шутить будете в другом месте так я мускай высказал игры если у тебя есть личные претензии так пошли говорю выйди на улицу скажи мне это глаза я теперь знаю как ответить без всяких слов ответить так что мало не покажется вот и как это скоро расскажем я тоже знаю я тебе говорил что у нас были встречи с сотрудниками мировой полиции вот в общем то была ситуация такая когда два полиция на одном участке значит там ну типа пост гаи они там всех подряд тормозили в какую-то маленькую комнату их там всех за запирали и все время там домогались до одной девушки но они там принципе насиловали девушек и вот одну девушку они там опять тоже скрутили она пока они к ней шли она успела позвонить значит людям там позвонили начальнику их нему начальник звонит этим полицаем говорит вы чё делаете ну-ка быстренько отпустите женщину вот они плевать типа хотели и продолжали свое дело после чего опять начальник звонил значит прекратите значит отпустите людей тем по барабану полный беспредел вот ну и тогда в общем там есть группа людей но не буду вдаваться в такие подробности в общем они понимали что доехать до туда это далеко а время не терпит потому что там идет не то что беспредел друзья там ну там насилие идет понимаете да то есть там насилуют женщин там просто унижают достоинства людей там неважно кто ты вот и в общем группа людей метафизиков просто повоздействовали и остановили остановили сердце у этих двоих полицаев они просто ну замерто упали вот так работает мировая полиция в экстренных ситуациях вот а я как бы ну мы с борисом николаевичем очень давно занимаемся темой энергетических практик коллективного управления реальностью у нас очень много но результатов которые мы добились если мы силой мыслью можем восстанавливать органы то есть кость наращивать зубы волосы там и так далее так далее то есть реальные результаты я свидетель я сам все это снимал на видео на фото ну вот но мы много там что делали о чем я не могу даже рассказать потому что там можно воскрешить вообще человека вот у меня был опыт воскрешения моего брата об этом ну как бы никому сейчас уже не говорю вот потому что люди не готовы к этому поэтому если можно восстановить вообще всего человека но сейчас астрон на канале астрона кто знает уже в открытую говорит о технологиях которые были еще шестидесятых семидесятых годах когда вот и ну типа такие камеры барокамеры там да такие кровати закрываются стеклом и даже если человека остался мизинец друзья а человек остался мизинец его можно полностью восстановить эти технологии уже были давным давным-давно они есть но они доступны они недоступны даже олигархам ротшильдом рокфеллером они недоступны они доступны тем кто работает в тайной космической программе опять же и это применяется только для тех на кого были в пулены и огромные средства огромные средства на то чтобы человека подготавливали с рождения шести лет забирали там мальчиков девочек вот и готовили у них были сверхспособности и когда естественно там допустим одна женщина рассказывала когда она жила на марсе значит когда там нападали вот эти вот богомолы собственно говоря вот эти вот существа огромного роста и там ну а человек оставался вот мизинчик может быть на каждом человеке таком был датчик где ну отслеживали место положения и за 100 останками этого человека прилетала как группа забирала этот останок клали вот в эту камеру человека воскрешали грубо говоря ты сейчас рассказываешь сюжет фильма чужие три но кстати астрон же много раз говорил что вот эти все элизиум там но перечень вот этих всех фильмов это уже давным-давно все это уже не фантастика это даже часть того что было давно в 70-х годах а то что сейчас существует но нам еще и нам просто даже не снилось мы это представить не можем вот но в общем отвлеклись по поводу технологии воздействия да есть поэтому вот как вариант как вариант сделать энергетические удары человек забудет вообще для чего он хотел у тебя спросить забудет мы об этом говорим со светланы и васильевны шестковой на наших вебинарах по ну в школе правоведов мы даем школе правоведов технологии мы даем сакральную сакральные славянские практики секретные практики так что друзья заходите в школу правоведов смотрите изучайте так друзья ну что устали наверное все может быть закончим на сегодня давайте друзья отпустим антона потому что человек реально устал у нас уже друзья 12 час ночи завтра у нас вебинар значит с ветераном космонавтики алексеем павловичем а послезавтра у нас коллективное управление реальностью сбойченко борисом николаевичем а в пятницу друзья у нас еще со светланой васильевны шестковой вебинар школы правоведов так что эта неделя очень насыщенная друзья не обижайтесь на чьи вопросы мы не ответили я сейчас сохраню вот чат в зуме и вот на все вопросы я их обязательно на следующий наш эфир с антоном оставлю договорились но все друзья давайте по десятибалльной шкале насколько было сегодня интересно полезно я думаю сегодня антон ну просто умница столько знаний нам дал настолько столько ответов но вопросов действительно было реально очень много сегодня то что мы заранее люди написали правильно потому что если мы создавали каждому эфир ну то есть микрофон то это бы затянулось я не знаю часов на пять бы точно чтобы каждый подключился задал свой вопрос голосом до десятки пошли я можно оставлю слова народ если у вас какие-то вопросы остались не отвеченные смотрите у меня на канале сургут надзор 2 на ю тубе 14 эфиров уже вышло именно с ответами на вопросы на часто задаваемые и все что вы сегодня спрашивали скорее всего там это все есть эфиры длинные да там по от 2 до 7 часов по-разному то есть там вот я сегодня я наверное это ну сколько два часа поговорил а там есть эфиры вот там семь часов я отвечаю на вопросы но уже охота понимаете охота отвечать на серьезные глобальные вопросы допустим про тоже живорождение там как домашние роды и все такое вот на такие элементарные вопросы там к чем заявление о человеке там заявление требует там воле заявления человек вот это все это уже элементарные вопросы по теме живых это все есть вот в тех эфирах если у вас остались вопросы посмотрите эти эфиры там очень много тоже информации новой для вас откроется друзья я скинул чат ссылку на свой профиль вконтакте и у кого остались вопросы к антону пишите я просто перенаправлю я думаю антон не откажет обязательно вам ответить договорились но все а еще хочу добавить по вот ты говоришь есть техника и немного не рассказал я ничего не буду говорить у меня есть тоже определенные этот определенные знания ты наверно уже это догадался но я тебе скажу я не просто так собираю информацию по должностным лицам которые нарушают свои клятвы я оставляю крошки чтобы потом их можно было однозначно сам знаешь где и каким методом и как найти друзья я скажу то что вот мне передал сотрудник мировой полиции ну то есть нам всем скинул шаблоны именно как мы составляем протокола протоколы да на тех должностных лиц которые превышают свои полномочия нарушают права человека то есть мы на месте составляем вот эти протоколами я вам скинул потом если не удается либо он не подписывает там до человек да пофигу делаем видео протоколы видео фиксации это тоже а потом куда это все идет друзья отправляйте мне вот либо я вам все это попозже расскажу то есть это все идет в мировой трибунал в мировой суд понимаете да то есть вот эта вся база но поймите тот кто нарушает правила этот правило как правило это исполнитель шестерка и нам он не важен мы пишем выше стоящего начальника если тот не реагирует мы всю цепочку преступную скрываем пишем еще выше если нету реакции еще выше и вот это все мы вот будем передавать мировую полицию и не отвертится никто потому что не имеет срока давности вот это вот все все противочеловеческое ладно друзья огромное спасибо антону спасибо за интересную встречу благодарствую благодарствуем да всего доброго друзья до завтра следите за рассылкой завтра все опубликую все пока пока